Кстати, что это за двигатель? Значит, это тяговый двигатель, который уже делается небольшой партией двигателя, сотый габарит. Вот, и они сейчас отгружаются потребителем. Вот, они выполняются у нас на разное напряжение. В пике максимум этот двигатель дает 14 кВт, номинал 3.9, у него 3.9, там 4.2, длительный режим S1, он переваривает. IP65 выполнил, он даже, видите, там вал выходит, у него там манжет уплотнителя стоит. Клеммная коробка увеличена, в этой клеммной коробке собраны все и сигнальные, силовые проводники, выводы делаются через кабельводы, уплотнители и так далее, и так далее. В чем прелесть этого двигателя? Прелесть в том, что он делается на базе серийно выпускаемых деталей. Тут практически все выпускается серийно, поэтому этот двигатель легко сводить в производство с минимальнейшей себестоимостью. Ну вот смотрите, насмотритесь, вы говорите, двигатель вы не видели со славянкой, будьте любезны, насмотритесь, насмотритесь. Если в комментариях еще найдутся, что не видели, ну это разве что слепые. Слеп, а глухо, немой. С обрубленными ногами и руками, да? Не, руки на одном месте, руки под клавиатурой заточены, барабанят, никого не слышат, никого не видят. Видишь себе, сам себе режиссер, сам что придумал, то и пишет. Вот для этих товарищей мы выставили этот двигатель. Смотрите, любуйтесь. Эти двигатели сейчас будут проходить сертификацию по Еврозес и потом по европейским стандартам, не говоря уже о российском стандарте. Эти двигатели уже хорошо проверены у нас, оттестированы не только в лаборатории, но и при ходовых испытаниях. На них ездила калина, электрокалина, на подобных двигателях. Вот и другие транспортные средства. Если те двигатели были похожи на сделанные в гараже, они под простейшим технологиям делались там. Главное было сделать и проверить принцип, проверить, насколько они действительно работают, насколько они хорошо работают, то сейчас уже этого ксилому никому доказывать не надо, потому что это уже подтверждено, доказано. Значит, эти двигатели изготавливаются у нас как левого вращения преимущественного, так и правого вращения преимущественно, отличаются, оказывается так, и для вращения в два направления. Это связано с вентиляторами, с конструкцией вентилятора, которые позволяют получить больше обдул, лучше охлаждения. Вот, а также выпускаются без вентилятора для естественного охлаждения и для принудительной вентиляции. Поэтому на базе вот этой базовой модели, стандартной модели, то, что здесь стоит, мы делаем разные модификации двигателя. В ближайшее время на сайте появится форма для заявки двигателей. Она сейчас разрабатывается, просто мы все сразу не успеваем сделать, потому что, ну, рук не хватает на все это дело. Вот, но тем не менее. Сайт будет доделан, внесены изменения необходимые, и будет открыт заказ этих двигателей. Но надо понимать, что мы не можем сейчас очень большое количество делать, но небольшими партиями мы будем их делать. Эти двигатели будут доступны и для инвесторов в то же время. Но я не думаю, что среди инвесторов там много любителей строить транспортные средства свои. Потому что для перепродажи, ну, перепродавать кому? Самодельщикам. Самодельщики нас и так найдут, у нас и купят. Для предприятий тоже перепродажи, ну, вряд ли кого заинтересуют. Поэтому те, кто хочет зарабатывать на перепродаже, подождите, когда мы дадим анкету заполнения заказа двигателя общепромышленного исполнения. Они тоже у нас есть. Ну, просто мы не стали здесь выставлять, потому что иначе мы заставим, у нас с Александром только голову будут попарить над клеммными коробками. Вот так что, уважаемые коллеги, к отгрузке все готово. Отгрузка начнется в понедельник. Еще есть переживания в чате на тему того, что просят показать шильдик двигателя. А вот тут, уважаемые коллеги, один нюанс. Дело в том, что этот двигатель тяговый. Вот представьте, у вас, ну, вы ездите все на автомобиле, да? И представьте, на ДВС у вас стоит шильдик. Сколько он у вас там продержится? Очень недолго. Почему? Если подобное встречается, то, как правило, оно быстро заканчивается. Ну, потому что смывают, вот он, Керхером и так далее, особенно здесь. Поэтому здесь под клеммной коробкой стоит ВИН-номер. По этому ВИН-номеру логотипы и название компании «Соломаш», по нему можно идентифицировать этот двигатель, потому что его данные внесены в базу данных. И по нему можно будет потом на сайте посмотреть все его технические характеристики. Кроме того, в поставку этого двигателя входит паспорт, в котором все записано, все его характеристики, параметры. И еще в комплект входит руководство по эксплуатации. Помимо этого, туда для удобства пользователя сразу же в комплекте мы даем клеммные накабельные наконечники, для того, чтобы можно было их одевать, потому что проводники применяются, провода применяются многожильные, и для того, чтобы их поставить и опрессовать, соединить с двигателем, специальные наконечники, потому что кабель зачищают, одевают в кабельный наконечник, и тогда уже вставляют и опрессовываются там, вот здесь вот в клеммной коробке. При этом мы, естественно, те операции делали многократно, тепловизором смотрели температуру, потому что боялись, что вот место соединения будет нагреваться, но у нас оказалось, что температура соединения ниже, чем температура проводников, которые выходят отсюда из двигателя. Поэтому надо отдать должное, работает, все хорошо, поэтому все это проверялось. Поэтому для монтажа двигателя никаких дополнительных вещей либо инструментов, кроме стандартных тех, которые общие там шестигранники, отвертки, нож для зачистки, ну этого не требуется. Старались по максимуму сделать удобно для монтажа и надежно, поэтому там не надо ни болтов, ничего, все собирается очень просто, поэтому старались позаботиться о потребителе. Ну на самом деле в современном мире зачастую об этом мало заботиться, больше о внешнем виде, о маркетинге, может быть характеристиках даже каких-то, но неудобств и поле. Ну что самое интересное, что если какой-нибудь из элементов здесь выйдет, его можно приобрести в любом магазине любого города. Ну то есть фактически это полностью ремонтопригодно? Доступно, это ремонтопригодно, доступно и легко поддерживать эксплуатацию.